Насосное колесо имеет жесткое соединение с двигателем и своими лопастями кидает масло на турбинное колесо, которое передает движение на входной вал коробки. Чтобы не было больших потерь в так называемом гидросоединении, у нас имеется реактор, который грамотно позволяет направить поток масла с лопасти на лопасть. И даже не просто направить, а преобразовать в еще более сильный поток. Такое гидросоединение имеет потерю энергии в жидкости, поэтому существует блокировка, которая позволяет в нужный момент жестко соединить двигатель и коробку. Правда, она частенько сгорает на мощных машинах. Причиной многих поломок являются подшипники, которые рассыпаясь превращают все остальное в труху. Также часто встречаются проблемы с обгонной муфтой реактора, которая не должна позволять вращаться ему в другом направлении. Если ее срывает, то происходит банальная потеря мощности, так как поток масла с насосного колеса на турбинное будет проходить без поддержки реактора. Как минимум, гидротрансформатор вскрывает для промывки и замены расходников. Самостоятельно делать это не советую, так как нужно соблюсти исключительную точность при сварке, а достичь этого можно только на специальном оборудовании.